Сегодня, ну, для меня она такая, ну, простая проповедь, банальная, может быть, даже, но хотелось бы, чтобы вот это было просто Слово Божье, которое само говорит за себя, вот, и я хочу как бы сделать такое продолжение прошлой немножко проповеди, как-то таким образом получилось, что вот много людей ко мне подошло как-то вот, ну, не специально иногда в разговоре и как-то вот про эту тему, вот, про дух контроля, про манипуляцию, там, вот это все. А я вот, в принципе, понимал, что чисто теологически эта проповедь слабая, которая была в прошлое воскресенье, да, что, ну, мне, может быть, хотелось бы больше аргументировать, больше как-то местописания привести, но получилось, получился какой-то эффект такой, что вот я был в некой такой все равно слабости, неуверенности об этом слове, об этой проповеди, но было большое желание об этом говорить, потому что, вот я говорю, я понимаю, как важно вот это освобождение людей от манипуляции, от контроля тех или иных сил вообще, тебя самого, людей каких-то, да, потому что вот все оно есть. И Иисус как раз и пришел, да, Он говорит, я пришел исцелиться крушенных сердцем, отпустить измученных на свободу, да, то есть развязать узы ерма, да, вот эти вот. Вот, и я понимаю, что вот действительно очень много людей живет вот в этом порабощении, и мы говорили, да, вот так вот какие-то вещи, может быть, обличили, да, что религия, она и церковь наделала очень много ошибок здесь в своем, в своей незрелости, манипулируя людьми, и, имея вот эту духовную власть, спасать, она стала, там, делать себе рабов, адептов, по-разному это все можно называть, то, что, да, почему вот сказано, вот я прошел раз, пусть пастор не будет из новообращенных, да, ну, потому что он будет создавать больше себе имя, больше будет заботиться о том, как он выглядит, вместо того, чтобы просто пасти людей, просто их кормить духовной пищей и делать, и заботиться о них, да, как о чем-то, что ему просто доверено, не о чем-то своем, да, а вот именно, потому что, ну, там грань, она очень тонкая, доверено, доверено тебе, тебе, но не твое, да, Иисус говорит, спаси овец моих, да, и вот это нужно понять каждому, там, служителю, каждому пастору, что человек не твой, люди не твои, вот, кто бы ты ни был, и вот, я говорю, церковь много наделала этих ошибок, именно, пользуясь чем, невежеством людей, да, то есть, как бы, одни люди, у которых больше знания, они управляли теми людьми, у которых меньше знания, и, я говорю, мне один служитель, проговорился даже, вот так вот, внутренне, это большой служитель, а я ему говорю, я хочу всех людей своих учиться отправить, ну, да, они сейчас научатся и будут с тобой спорить потом, и просто вот он так вот высказался, ну, я не стал с ним ничего, говорю, ну, да, вот, примерно так иногда люди думают, вот, иногда, поэтому, там, там, даже служителя, они боятся научить людей, потому, почему, потому что контроль потеряется, вот, но для Царства Божьего, ну, важнее, чтобы люди были с ведением, да, потому что написано, народ мой гибнет из-за недостатка ведения, из-за недостатка знания, из-за недостатка откровения, легче людьми управлять, когда у них недостаток знания, ну, вроде по плоти, да, но что-то серьезное сделать для Царства Божьего, действительно, вот, сокрушить какие-то твердыни, не получится, получится, вот, какое-то время процарствовать, да, человеку над наследием Божьим, получится, но серьезных результатов навряд ли получится достигнуть, потому что, вот, я уже вам читал эти моменты, я помню раньше, вот, во времена Саула, да, был Саул и был Давид, и вот она разница двух царств, во времена Саула написано, меч был только у Саула и сына его Иоанна Фана, вон она система иногда говорящих голов, да, система церковная, когда проповедует пастор и сын пастора, и, ну, что там, духовный сын, не знаю, вот, и мы как бы к ней привыкли, но царство Саула должно смениться на царство Давида, и потому что Бог сказал, что не будет так, я уберу тебя, да, и вот это должно произойти, и вот и церковь будет проходить такие же этапы, вот, потому что схема, она одна, как это все двигается, и примерно ошибки, они одни и те же, да, как Соломон говорит, что было, то и будет, да, то, что есть, оно уже было, поэтому, вот, ну, было, у нас есть куда посмотреть, вот, а в царстве Давида что, да, сильные Давидовы, да, вот эта вот команда, вот мы сегодня с Наташей разговаривали, там была хорошая проповедь про то, то, как однажды Давид пошел на войну, и на него хотел напасть вот этот вот Голиаф, там еще один, да, из рода Рефаимов, да, или он откуда, ну, не важно, и его защитил, уже молодой, сильный, с копьем, и просто, и после этого Давиду сказали, все, Давид, ты больше с нами не ходишь, все, ты не должен погибнуть здесь, да, вот, это про то, как, вот, ну, команда начинает работать, команда начинает действовать, вот, поэтому, вот вы послушали, как бы, эту проповедь, да, манипуляции, да, и о духе контроля, и многие сказали, аминь, да, и мы чувствуем, а что тебе дальше делать с этим всем, ну, вот, просто услышали, и поехали дальше, потому что вы что думаете, враг так просто от вас отстанет, вы что думаете, так просто, вот, ну, эти вещи, они сами собой изменятся, то, что я об этом услышал, я об этом слышал, оно теперь изменится, то есть, и вот, ну, вот эта вот манипуляция над человеческой личностью, она, ну, я вот определил два момента, первый, это вот, ну, необходимо знание человеку, ему необходима подкованность в знаниях, да, то есть, как бы, для того, чтобы ему не говорили, вот так, вот так, вот так, ну, и не манипулировали тобой, да, то есть, тебе нужны знания, тебе нужно на что-то опереться, Вот, и это очень важно Это то, что мы делаем И поэтому нужно учиться И вот для меня меч во времена Давида И во времена Саула, который был Это как раз и есть что-то связанное со знанием Понимаете, потому что тогда Помните, у кого были мечи? У филистимлян У них был вот этот секрет железа Знаете, то есть у них было вот это знание Такое рациональное, правильное Вот как что делать А у народа Божьего не было То есть, другими словами, люди Это все может быть в религиозном мире Что есть люди от всего сердца, любящие Бога И они и есть этот Израиль, они и есть этот народ А есть люди, которые около христианского мира Которые на самом деле внутри Они могут не знать Бога, не любить Бога Но иметь большое знание Понимаете, иметь большое вот эти вот секреты И так далее Поэтому нужно получать знания Поэтому вот твоя сердечность, твоя искренность Твои отношения с Богом Они должны быть подкреплены серьезным знанием Духовным И для меня вот царство Давида Помните, Давид он жил там какое-то время с филистимлянами Служил им Набрался он от них вот этих вот секретов И поэтому его царство потом победило Поэтому как-то так должно произойти И второй момент, о котором вот сегодня хочу как раз говорить Именно в контексте этой пробки Это страх Это вот именно Вот чем происходит манипуляция над личностью Это страхом Знаете, да? Что вот Есть такая неприятная штука в жизни, как страх Сама по себе Просто вот И это дух Понимаете? И он Что вообще делает страх? Ну, обычно Он тебя бездвиживает Он тебя сковывает Да? То есть он тебе вот, ну, мешает быть в принципе собой Он тебе мешает быть Вот у тебя есть какой-то определенный потенциал На что угодно И вот когда у тебя есть страх Ты начинаешь сомневаться, да? То есть что такое Страх это обратная сторона веры Верой тоже Ну, не сторона А вот Ну, есть вера А есть страх То есть и действует Или там Что страх это как антивера Вера в минус То есть что такое вера? Вера это вот, ну О, я верю, это будет Да? Или когда страх Ой, не будет Страшно Помните, как Народ Израиля Он должен был войти в землю обетованную И они пошли и посмотрели И 10 человек Из 12 вернулся и говорят Мы там такие люди Они Они вот такие вот Да, там земля хорошая Но там такие враги Мы их никогда не победим Мы в их глазах Как саранча И они вот это вот Вот этот вот дух Распространили Всему народу Мы не сможем У нас не получится Они большие И так далее Они вот раздули Эту проблему И было несколько человек Иисус Навин И Халев Которые говорили Обрат Да вы что? Нас Бог через такое провел Бог с нами Да мы их победим И это было описано так Что у Халева Был иной дух Вот он был дух другой У него был взгляд другой У него был взгляд полной веры А у них был взгляд полной неверия И соответственно страха Вот Поэтому Вот Много раз просто Нами как людьми С вами Если вы посмотрите Вообще во всей нашей жизни Управляет страх Всего боимся Работу потерять боимся Что там еще боимся Людей боимся Мнения боимся Будущего боимся Неизвестного боимся Страданий боимся Боли боимся Боимся быть непринятыми Боимся быть отвергнутыми Ошибки боимся Да И так далее Вот Все время Что-то нужно сделать Или куда-то нужно пойти И у тебя сразу А если не получится А если не получится И все И вот Ну вот Страх он тобой Движет Страх он тебя останавливает И Когда страх пришел Знаете или нет В жизни человека Когда Адам согрешил Он согрешил И он сразу начал бояться Откуда он не знал этого чувства Он не знал этого духа Но вот когда грех пришел Сразу пришел страх В жизни человека Все Страх и стыд Да Они такие Вместе Идут Рука об руку Вот То есть мы получили Это чувство Да В результате греха Просто пофилософствовать В принципе Страх он тоже нужен В каких-то моментах Да Потому что это как Инстинкт самосохранения Да Вот Если ты вообще там Ничего не боишься То тогда ты Просто Ну изуродуешь себя Изувечишь себя Будешь прыгать с высоты Будешь там Ну все То есть без страха Совсем нельзя остаться И вот мы говорили Что Был дан закон И вот Закон Он действовал Вот на Вот этом основании Страха все-таки Как бы Напугать людей Спасти их Через то что Да Спасать их Да Через то что Напугать их Что с ними будет Что-то плохое Происходить Если они будут делать так Да И вот они как бы Из-за страха То есть страх это мотиватор Да Страх это какой-то Вот да Чтобы не грешить И Ну вот такова схема То есть И вот Ну таким вот образом Мы в этом бытие С вами оказываемся Да Что Есть жизнь Наша И Вот для того Чтобы нам Не умереть Очень быстро Нам приходится Испытывать Периодически страх Он нас в принципе Оберегает Да Как инстинкт Самосохранения Еще что такое страх Да То есть По сути Вот И Я получил такое подтверждение Что надо об этом говорить Смотрел какой-то ролик И там говорит психолог Такой очень крутой психолог Известный И он тоже вот Говорит что вот Ну наша жизнь Она вся Пропитана страхом Мы того боимся Того боимся Того боимся А это как бессмысленно И он просто говорит И я вам говорю Не бойтесь Вот Я вам тоже могу так сказать Не бойтесь Ты будешь бояться Будешь продолжать бояться Все равно Оно настолько Как бы вот Ну Нас пропитало Вот Все эти ситуации Ну вот Поэтому сегодня Дам несколько ключей Каких-то таких Да Которые мне помогают Вот Чтобы избавляться от страха Потому что Если ты не избавишься от страха То От манипуляции Ты тоже не избавишься Вот и все Потому что вот Ну наличие страха Оно будет всегда Как бы вот В твоей жизни Приводить к тому Что что-то тобой Будет манипулировать Или кто-то тобой Будет манипулировать Вот Тут нужно понять Что ну Сам страх Это даже не сама ситуация Понимаете Это даже не сама Сама ситуация Это вот что такое Что такое страх Написано Ну не написано Поговорка У страха глаза велики Да То есть ты Это твое представление Об этой ситуации Как ты будешь Проходить эту ситуацию Как повлияет на тебя Эту ситуацию Как она давит на тебя Эта ситуация То есть это еще не сама ситуация Но это страх Понимаете И вы должны понять Что это бессмысленно По идее Понимаете Потому что Ну Вам В 90% случаев Это бессмысленно Это просто дух Ненужный тебе Дух Который Ну сковывает тебя Который не дает тебе Рационально мыслить Быть Ну как бы Свободным Ты боишься По сути Иллюзии Да Ты боишься Чего-то вот Раздутого В твоем представлении Вот И это Ну Сковывает Нашу жизнь Библия Много Говорит Об этом Много Есть очень Стихов Сегодня Какие-то Почитаем Поэтому Вот Тема Настолько Она как бы Широкая Можно об этом Вообще О страхе Там Это больше Такая психологическая Тема Там Много Разных Примеров Привести Вот Например Там Страх Что Деньги Кончатся Не хватит Тебе Как Жить И Я как Бизнесмен Я все время Ну как бы Бизнесмен Громко сказано Но Стройкой Занимался И сейчас Занимаешься И периодически Наступают Такие моменты Когда Начинают Кончаться Вроде Ходишь Ходишь Туда Сюда Раздаешь А тут Что-то Где-то Сбои Начинают Кончаться И я вот Помню И всегда До сих пор Я вот Я думаю Наверное Я должен Когда-то Это вот Настолько Там Победить Бог Так часто Через это Проходит Проводит Что Ну Вот Я разговариваю В этот момент Со своим сердцем Я смотрю Да что же Опять со мной Происходит Чего я так Вот этого Боюсь И что самое Интересное Когда потом Это наступает Действительно Иногда Раз И деньги Кончились Вот они Кончились Ну ты ждешь Что они там Ты же нормально ведешь дела Но сейчас они кончились И знаете Что происходит В этот момент Освобождение Такое Такое ощущение Думаешь Ну вот их нету А я то живу Чего я все время Вот ну Как бы этого боюсь Потому что Ну вот И я говорю И мне так Не нравится Ну несовершенство Моего Ну тела Моего сердца Человеческого Что я вот И вот мне нужно Через эти ситуации Проходить Проходить И проходить Потому что Ну действительно Много раз Это настолько Глупо бояться Настолько Вот оно не нужно Настолько Это потом Вы понимаете И часто Из-за этих страхов Ты можешь Ну грешить Даже потом Воровать Даже можешь Да То есть Обкрадывать Что-то Кого-то Да Ну я имею ввиду Быть нечестным Даже в каких-то В каких-то моментах Потому что они же Кончаются И тебе хочется Там Ну Бога можешь Обкрадывать Да Там десятину Не отдал Ну они же кончились Не Не буду давать Ну Бог Не переживает За это Вот Иисус тоже Как бы Это все знает Давайте мы Прям вот Места Почитаем Матфея Десятая Глава По сути Много раз Ну как бы Чтобы от этого Избавиться Нужно просто Посмотреть в лицо Страх Вот Ну Не бояться Этому В лицо Посмотреть Что Ну Действительно Иногда Глупо Жить в страхе Вот и все Матфея Десятая Глава С 28 Стиха Я прочитаю И не бойтесь Убивающих Тело Души же Не могущих Не убить А бойтесь Более того Кто может И душу И тело Погубить В гиене Не две ли малые птицы Продается За осарий И ни одна из них Не упадет на землю Без воли Отца вашего У вас У вас же И волосы На голове Все сочетены Не бойтесь Вы лучше Многих Малых Птиц Понимаете Вот Ну Иисус Зная Это Он нам Говорит Ну Нет смысла Бояться Не бойтесь Не бойтесь Вообще Ну Как бы Людей Не бойтесь Проблем Не бойтесь Потому что Вы Бог О вас Заботится Вы Божьи Все Вот она Причина В принципе Первая Основная Причина Не бояться Какая Бог со мной Бог со мной И мне это Ну Нужно Вот Больше И больше Осознавать И проговаривать В своей жизни Что я Вот Боюсь Там Там Закончится Боюсь Работы не будет Боюсь Еще что-то Какой Ну Какой смысл Этого бояться Потому что Ну Бог со мной Со мной Как я знаю Что Бог со мной Иисус Умер за меня Я принял Его И Он сделал Это Возможным Благодаря смерти Иисуса Христа Тому Что Бог Был со мной Я хочу Чтоб он Был со мной Да Я Принимаю Христа Да Бог со мной Все Нету Нету Никаких Других Причин Чтобы Бог Не был С тобой Потому что Бог сам Через смерть Иисуса Христа Раз и навсегда Заявил Тебе И всем остальным Что те Которые это Принимают Бог с ними Вот этот вот Всемогущий Бог Не то чтобы Ты там Для него Какой-то Ну Такой вот Второстепенный Такой Какой-то До кучи Нет Весь Бог Со всеми Его ресурсами Лично Открыт Для тебя Все Вот Сегодня даже Аня молилась И провозглашала Вот эти стихи Я думаю Ну хорошо Есть Мы в одном Духе Просто Прочитаю Исайя 41 глава 10 стих Не бойся Ибо я с тобою Не смущайся Ибо я Бог твой Я укреплю тебя И помогу тебе И поддержу тебя Десницей Правды Моей Аминь Понимаете И мы можем Это вот Ну провозглашать В своей жизни Бог опять да говорит Не бойся Я С тобой Не бойся Ну нету Если Бог за нас Кто против нас Тот который Сына своего Не пощадил Как вместе с ним Не дарует нам И всего Что Ты Боишься Что Ты боишься Почему Вот ты Вот Позволяешь Себе бояться Поэтому Сегодня Вот Ну именно Такая простая Проповедь Не бойся Просто Вот Есть у тебя Страхи какие-то Разбирайся с ними Потому что Ну вот Когда ты будешь Бояться Ты Ну как бы Будешь позволять Будешь давать Врагу Вот эту вот Возможность Тобой управлять Тобой манипулировать Потому что Он Не отступится Понимаете Он не отступится И вот Ну Опять же Мы вот в этих стихах Охримлянам Восьмая глава Да В которых мы были Не так давно Еще раз Я хочу их Провозглашать Пятнадцатый стих Потому что Вы Не приняли Духа рабства Чтобы опять Жить В страхе Но приняли Духа усыновления Которым Взываем Авва Отче Да Мы вот Ну Понять это Должны Вот Для чего Нам нужен Святой Дух Потому что Ну Страх Это Дух Страх Это Дух Это состояние Вот это Вот оно Находит И все Это страх А мы Не приняли Духа рабства Чтобы опять Жить в страхе И еще Один Очень хороший Стих Тимофея Второе Тимофея Первая Глава Седьмой Стих Ибо Дал нам Бог Не духа Боязни Но силы Любви И самообладания Да И теперь Вот Вы должны Как бы Понимать Что нам У Бога Это нужно Просить Что Бог Хочет Мне Дать Как дух Потому что Бог Он Отец Духов И он Самый Главный Дух У него И у него Святой Дух И вот Теперь Мы понимаем Вот это Благословение Жертвы Иисуса Христа Который Пришел Научил Нас Показал Пример А потом Сказал Лучше Для вас Если я Уйду Потому что Если я Не уйду Вы будете Продолжать Бояться Понимаете Или нет Вы будете Продолжать Бояться Почему Потому что Духа В вас Не будет Потому что Вот Ну Вы будете Продолжать Быть Всего Лишь Самими Собой Кем Вы И были Вот Вот В этом Состоянии Но Если Я Уйду То Я Пошлю Вам Духа И все Понимаете То есть Поэтому Ну Если Ты Находишь Себя Боящимся Проси Духа Просто Проси Духа Бог Дай Мне Духа И У тебя Придет Другой Взгляд На эту Ситуацию Откровение Какое-то Придет Другое Состояние По поводу Этой Ситуации Ты Увешь Да ладно Чего я Вообще Чего я Вот Боюсь Чего я Зажат Чего я Испуган Зачем Мне Это Все Чего Я Вот Опасаюсь Вообще Потому что Ну Вот Дух Как я Уже Говорил Это И И состояние Внутреннее И Откровение Да Это И то Что Ты Видишь Потому что Бог Тебя Открывает Через Вот Видение Внутреннее Да То есть Что такое Страх Это Какие-то Негативные Картинки Которые Ты Видишь Понимаете Вот он Тебя Вот эти Негативные Картинки Пугают Но это Картинки Представляешь А состояние Которое Ты чувствуешь Оно Твое Состояние И вот Мы Вот В этой Бессмысленности Часто Варимся 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 И варимся Просто Проси Духа Проси Духа Потому что Бог дал Не духа Боязни Чтобы нам Опять жить В страхе Понимаете Поэтому Ну Не должно Нас Ну Понятно Это процесс Потому что Ну вот Жизнь Она действительно Такая Я не как Тот психолог Который Тебе просто Скажу Ну Страх Это ерунда Просто не бойся А сам Иногда боюсь Вот Но Я себе Сегодня хочу Сказать Что проси Духа И пойми Для чего Нужен Дух Поэтому Когда ты С утра Будешь Просить Духа Или Когда у тебя Будут Какие-то Ситуации Ты уже Не просто Будешь Бог дай Духа А ты Даже А зачем Тебе Дух Ну Не знаю На всякий Случай Вот Ну Надо же Просить Чего-то Ну Ты будешь Уже Вот Ты понимаешь Для чего Тебе Дух Да Чтобы Не бояться Чтобы Не чувствовать То Что Чувств Чтобы Вот Эти Картинки Которые Там У страха Глаза Велики Которые Стали Вот Это то Что нам нужно Чтоб у нас Произошло И мы должны Это понять Если мы Это как бы Не понимаем Против этого Не противостоим То мы просто Ну как Христиане Дали Тебе Теряем Время То что Мы не понимаем Чем Спасает Господь Написано Невоинством Несилой Несилой Духом Почему Невою Несилой Потому что Наше Представление Бог Это говорит Людям Я вас Несилой Буду Спасать Я Не приду Спасать Вот физически сейчас вот все ваши вещи вот эти разрулю, да, у тебя появится хорошая работа, у тебя появится куча денег, у тебя тут сейчас, я щелкну, у тебя здоровье появится, он говорит, я духом буду спасать, я тебя наполню духом, и ты сам многие моменты изменишь, ты сам вот провозгласишь и произойдет, понимаете или нет? Вот, поэтому Иисус вот дал нам самое, самое, самое лучшее, поэтому вот это вот крещение святым духом, это и есть вот лекарство против страха, потому что вот без этого мы будем ощущать это состояние, помните как без этого Петр ведет себя, да, я за тобой в темницу и на смерть. Иисус рядом, он смелый, но Иисуса схватили, Иисус не сопротивляется, и Петр что? Очень быстро испугался, очень быстро, он даже, он сам даже не понял, как он сделал, мы судим иногда Петра, но у меня вообще нет никакого суждения, потому что я, скорее всего, так же сделал бы в этой ситуации, если, ну, потому что страшно, да, и когда страшно, ты сам не понимаешь, что ты творишь, раз и все, я не знаю его. Понимаете, и вот, ну, когда у нас есть дух, мы будем вести себя даже по-другому, когда ты не боишься по-настоящему. Мне очень нравится, как Петр себя ведет в Синедрионе, давайте посмотрим, девятое глава, ой, деяние, четвертая глава. Это вот они были в Синедрионе, да, вот, представьте, они там, где у людей, которые приказали Христа, ну, там, да, Христа распяли недавно, которые убить их реально могут, да, могут вот там посоветовать, у них все, у них нет особо, там, каких-то стопоров, да, все очень действительно напряжено и очень опасно. Восемнадцатый стих, и вот там они, Синедрион уже посоветовался и призвав их, восемнадцатый стих, приказали им отнюдь не говорить и не учить от имени Иисуса. И вот, ну, многие бы сказали, ну, ладно, хорошо, не будем, ну, раз вы говорите, вот, ну, или распсиховались бы, сказали, нет, я не, я умру, там, и так далее. Понимаете, иногда вот это вот, люди, видели, да, неадекватно себя ведут, там, ругаются с кем-то, да, бунтуют даже, да, и вот, ну, это выглядит как-то вот, ну, некрасиво. Они, может быть, и бурятся там с какими-то своими страхами, они действительно, может быть, правильно определяют, что ими хотят, там, ими манипулируют, да, ими, там, вот, действительно, с ними неправильно обходятся, но у человека не хватает духа, не хватает самообладания победить вот этот страх, как его можно было бы победить? Спокойствием, спокойствием, рассудительностью, да, и вот человек, он напуган, и он, вот, бросается на других людей и делает себе больно, другим людям больно делает. И это не победа над страхом, понимаете или нет? Вот, ну, понимаете, что я писал, да, что не победа, так иногда, там, распсиховаться, но вот она победа над страхом, мне нравится у Петра, когда он, он не испугался этого, потому что, ну, вот, как он, как он страх действует? И вот, 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 Вот просто. И можем просто любую ситуацию, которая тебя вводит в страх, просто взять с ней и посмотреть на нее, как она есть, разобраться с ней. Знаете, но Петр и Иоанн сказали им, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив им, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляют Бога за происходящего. Знаете, вот даже у людей руки опустились. То есть, настолько был спокойный ответ Петра, настолько был он обоснованный, как бы, и вот они просто, ну, вот вы запрещаете, а мы-то всего лишь видели и слышали это вот. И те, вот понимаете, нету довода, понимаете, у врага нету довода. И много раз, поэтому, вот мне очень хочется освобождать людей, понимаете. Вы даже не представляете, как если ты начнешь жить, как твоя жизнь изменится, если ты освободишься от страха и вот будешь просто все вот эти ситуации, которые тебя так пугают, иногда приходят, просто вот так вот встречать спокойно лицом к лицу. Ты будешь увидеть, как они будут таять. Знаете, вот, ну, я знаю, что у некоторых там людей бывает в отношениях очень страшные вещи. Там муж или жена говорит, я разведусь с тобой, мы разведемся, мы разведемся. И человек, которому все время это говорят, он просто вот уже не знает, как им постоянно манипулирует. Ну, иногда я видел, ну, я даже сам советы таких давал. Ну, скажи, хорошо, разведемся. Ну, и что? Ну, все. Все. И знаете, и часто там все. Понимаете? И потому что иногда просто, ну, люди вот боятся, боятся там самого слова об этом, самого какой-то вот этой вот ситуации, а как все будет. И вот часто вот этот дух страха и тот человек, который там поражен, заражен, он просто вот питается этим, пользуется этим и кормится этим и постоянно вот манипулирует. Ну, как только ты, как бы, ну, хорошо, говоришь, ну, а что можно сделать? Ну, значит, придется принять такую реальность, если уж никак не получается. Ну, там, христианин должен там сказать, ну, ну, я не хочу. Да? Ну, у нас даже в Библии написано, что если муж там неверующий или жена там неверующая, согласна жить с ним, пусть живет. Если не хочет, то, Библия нам говорит, то человек свободен. Человек свободен, поэтому, ну, ничего там такого нет страшного. Понимаете? И более того, что если в это посмотреть в глаза этому страху и просто проговорить эту ситуацию, я наблюдал эти ситуации не один раз. Она просто, она закрывается и все, и она уходит. И люди по-другому начинают разговаривать, по-другому начинают договариваться. Вот, а я говорю, иногда вот этот вот страх. А что будет? А я останусь один, без денег там, или муж и жена, или с детьми, или еще с чем-то. Не останешься, но нельзя вот личности позволить собой вот, ну, издеваться, манипулировать и все, что угодно там требовать, только вот на основании того, что с тобой там кто-то разведется. Исцеляйтесь. Исцеляйте эти ситуации. Они... Бог хочет, чтобы вот, ну, Он действительно дал нам не духа страха. Не духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Духа того, что Бог за нас, Бог с нами. Вот. И ничего с нами не случится страшного. И бояться этого всего бессмысленно. Бессмысленно. Поэтому вот побеждайте страх, но побеждайте его духом, побеждайте его видением, да, другим видением. Евреям, 2 глава, 15 стих. С 14 стиха я прочитаю. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он так же воспринял Он, и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот в основании страха лежит страх смерти. Вот в самой вот его глубине лежит страх смерти. То есть, понимаете, да, по сути, вот, ну, то есть, вот, в основании вот у людей там страх перед ошибкой сделать что-то неправильное, оно все равно лежит вот этот вот страх смерти. Вот. Почему, да, потому что жизнь конечная, вот. Умру, и вот оно не справится там и так далее. А вот ты просто представь, что у тебя есть бесконечное количество, ну, попыток делать какие-то вещи. Вот бесконечное, как в компьютерной игре, знаете, тебя убили, ты перезагрузился и опять пошел. Да, вот в компьютерной игре же, ну, не бояться же там куда-то вот прыгать, делать, доставать и так далее, да, какие-то вещи. Понимаете, вот так же и в жизни. Естественно, нам Бог говорит относительно греха, да, что вот грех, да, это нельзя, но все остальное, человек, ну, многие вещи человек должен пробовать. Делать какие-то вещи, менять работу, начинать бизнес, понимаете, там, что еще, переезжать в другой город, менять церковь, может быть, если невыносимо, или еще что-то. Да, все, все, ну, может быть, все это имеет место быть. И даже разводиться. Понимаете? Странно слышать, да, с кафедры вот это. Но есть такие ситуации, когда нужно это сделать. Понимаете, даже Иисус говорит, да, всякие, кто разводятся, кроме вины, прелюбодеяния, потому что эти вещи тоже есть. И некоторые люди, они вот, ну, они это терпят, но они не должны это терпеть. Понимаете? Если, ну, есть вот эти серьезные вещи. Не нужно там все под христианство подставлять, что нужно все простить. Понимаете? Есть какие-то вещи, которые не прощаются, и которые нужно разделять, разрывать и так далее. Не нужно это тащить через всю жизнь. Есть какие-то вещи, где там муж издевается над женой или еще что-то. Тоже нужно разрывать, тоже нужно. Я не знаю как, но, может быть, делать эти шаги, а потом опять сходиться. Вот, потому что, ну, иначе дьявол он тоже не отпустит. Вот, поэтому мое желание, это просто освободить людей от страха. Понимаете? Вот, ты, ну, имеешь, вот, ну, Бог с тобой, ты, Бог любит тебя, и Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Вот, и, да, Он хочет, чтобы ты боролся, чтобы ты искал. Но иногда нужно решаться на какие-то поступки. Вот, и поэтому нужно не бояться. И вот здесь написано, что они через всю жизнь из-за страха смерти, ну, это про людей, да, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вот он корень, да, то есть, что есть страх смерти, и все, тобой уже можно управлять. Тобой уже можно, потому что там же написано, игу рабство. Что такое рабство? Вот это вот и есть. Когда тобой управляют, когда ты не имеешь свободы, когда ты не имеешь свободы выбора, свободы совести, воли и так далее, да. И в глубине лежит страх смерти. Ну, Иисус разрушил этот страх смерти, понимаете? И мы должны уже, как христиане, думать о том, что, ну, у нас есть вечность. Вы думаете о вечности или нет? Вас ободряет это? Вы, ну, поэтому вот вы тоже задавайтесь этими вопросами и понимайте, что, ну, у нас там еще что-то лучшее. Поэтому, ну, я здесь хочу тоже, вот, сделать все то, что я могу сделать. Использовать весь свой потенциал, который у меня есть. Вот, потому что там у меня, ну, уже все хорошо, там место забронировано. И вы должны понять даже, что ваши ошибки, если вы даже ошибетесь, если вы действительно, ну, хотите что-то пробовать делать, да, и это даже не получится или еще что-то, поймите, что Бог из-за этого не лишит вас места там, из-за ошибок. Он как раз за это и умер, чтобы вот наши грехи, наш грех, они, ну, не повлияли на наше место там. Вот, поэтому и ты освобождаешься уже от этого. Да, и если ты искренний, как бы, и христианин, и действительно хочешь исполнять волю Божию, но ты будешь, вот, не использовать это для греха, да, для того, чтобы пойти и наслаждаться греховными какими-то вот этими наслаждениями, но ты будешь это использовать для того, чтобы был какой-то прорыв в твоей жизни, пробовать какие-то новые вещи. Потому что Иисус смерть победил, смерть побеждена, все, у нас жизнь вечная ждет нас, и поэтому вот корень этого страха, он уже отрезан, все, поэтому вот нету в нем смысла. Иоанна, 4 глава, 18 стих. Первое Иоанна, извиняюсь, не Евангелие от Иоанна, первое письмо Иоанна. Давайте я с 15 стиха прочитаю. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Действительно, в страхе есть мучение, но совершенная любовь изгоняет страх. Через что? Через то, что мы понимаем, что Бог нас возлюбил, что нам, по сути, нет смысла чего-то бояться, потому что Тот, в Котором весь мир находится, понимаете? То есть нам некуда упасть, нам некуда выпасть, понимаете? Некуда, все находится внутри Него, и мы находимся в Нем, и Он находится в нас. И вот это откровение мы получаем в Иисусе Христе, что вот Бог, сотворивший все, сегодня меня любит, сегодня открыт для меня полностью, Он готов к сотрудничеству, Он хочет, чтобы я освобождался в Нем и жил вот этим, дышал полной грудью. В любви нет страха, в страхе есть мучение. Да, и вот мне нравятся эти слова, поэтому хочу, чтобы само Слово Божье, оно сегодня исцеляло тебя, вот, как елей на раны, да, на то, что ты действительно задумался о том, что, ну, нечего бояться, некого бояться. Если я христианин, если тот, который со мной, да, тот, который сына своего не пущит, как вместе с ним не дарует мне всего? Вот, поэтому, ну, нет смысла бояться. Еще хочу вам одну историю, да, вот, про то, какой Иисус. Марк, пятая глава. Это про то, если ты обратился к Иисусу и даже видишь, что что-то происходит не так, как ты себе это представлял, да, и как будто бы, может быть, ничто не происходит или происходит хуже. Я тебе хочу показать историю, которая об этом. Пятая глава Марка. Это про дочку Иаира. 36-й. Сейчас, подождите. Вот, если помните, да, пришли, пришел человек, Иаир, начальник синагоги, и попросил исцелить дочь. Она лежала больная, да. И пока Иисус шел, там пришла женщина, дотронулась до него, вот, он останавливается, исцеляет эту женщину, да, сила выходит, вернее, сама из Иисуса. И вот 35-й стих. Когда он еще говорил, да, вот как раз он говорит, щерь, вера твоя спасла тебя, иди в мир и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил, сие приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что утруждаешь учителя. Да, вот представьте, да, то, что Иисус уже начал решать проблему человека, уже идет, у человека появилась надежда, человек, все, вроде все нормально, и вдруг приходит вот этот удар просто. Вы просто представляете, что вот с ним, да, ему просто приходят и говорят, все, дочь умерла, смысла нет, уже Иисуса звать. Ну, спасибо Богу, да, что вот Иисус, Он такой, и ты должен это понять, что Он такой. Но Иисус, услышав все слова, Он слышит даже эти слова. Вот эти вот негативные, вот этот вот страх, да, то, что, ну, реальность даже в этом случае, да, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Все, больше ничего не сказал. Не бойся, только веруй. Ну, как, в что веруй-то, куда, как? Но Иисус говорит эти слова, да, что, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Иоанна, да, приходит в дом, ну, короче, не буду дальше читать, он, вы знаете, он воскрешает его дочь, да, и отец получает просимое, да, не так, как Ему представлялось, не так, как вот просто, может быть, это произошло, но вот, ну, это Иисус сегодня нам говорит, да, в нашей ситуации, да, когда тебе кажется, что, вот, может быть, ну, ты обратился, ты начал, что-то он начал делать, да, и вдруг приходит плохая новость, да, и ты можешь ее принять, а можешь веровать, можешь взять вот это слово сегодняшнее, да, и не бояться, и верить, да, и мы знаем, вот, что примерно так же происходило с Марфой, Марией и Лазарем, да, разве не сказал я тебе, если будешь веровать, то увидишь, да, и он тоже воскрешает, да, поэтому еще раз хочу, как бы, вот это провозгласить, что нету ни одного случая в Новом Завете, где Иисус бы не смог делать что-то, да, какой-то невыполнимой для него задачей, где он вот просто, как человек, да, вот, сказал бы, ну, извините, я всего лишь человек, да, он не сказал так, потому что он не человек, да, он и человек тоже, но он Бог, и этим он показал, и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, аминь, понимаете, мы, ну, вот, верой в Него, мы должны держаться, вот, и должны, вот, этот дух страха запретить ему, вот, выгнать его, да, разобраться с ним через то, что получить Святой Дух. Римлянам 8 глава, просто обетование того, что нам дает Иисус. Римлянам 8 глава, я прям прочитаю с 30 стиха, с 29, с 28, я сейчас пойду выше, выше, а не все мне. 28 стиха, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, все содействует ко благу. Знай это, знай, что, вот, ну, нет ничего, что, ну, я говорю, мне не, часто непросто вот это вот принимать, непросто, как бы, с этим соглашаться. Тогда что содействует ко благу? Тогда вот и моя лень содействует ко благу, тогда мое какое-то вот еще что-то, да, не знаю, но написано все, понимаете? Поэтому вот, ну, я просто знаю, что я призван по Его изволению, у меня есть свидетельство этого, у меня есть эти отношения, да, и я, ну, вот, на этом стою, знаете, и нельзя это применить каждому человеку, потому что люди любят эту поговорку, а, что не делается, все к лучшему. Не так призванным по Его изволению все содействует ко благу, любящим Бога, да, вот мне очень нравится, что Миша сегодня несколько раз сказал, я люблю Иисуса, я люблю Иисуса. И это очень, ну, важно, и он во время молитвы, он возвышает голос, да, и, ну, и я знаю, что вот эти вещи, они, они останутся незамеченными Богом. Вот, Бог очень сильно, ну, как бы Иисус очень сильно на это внимание обращал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед ангелами, да, что это значит исповедую перед ангелами, да, скажу, ну-ка, ангелы, быстренько ему помочь, да, вот так вот будет исповедание, он пошлет этих ангелов для того, чтобы помогать, вот, а кто не исповедует, и он не будет исповедовать, да, А кто отречется, от того и он отречется. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Знаете, вот, ну, как бы, вот в этом тоже, вот эти вещи, вот эти обетования, они тоже разрушают дух страха, потому что он предузнал, он предопределил, у него вот есть, вот, вот я пытался вам рассказать свое свидетельство, и вот основной мой упор, то, чем я вот сам восхищаюсь и сам наполняюсь, то, что я вижу, что я движусь по какому-то плану. Понимаете, вот моя жизнь движется по плану, он предузнал, предопределил, да, и это не то, чтобы вот есть какая-то вот прям вот, но есть вещи, которые Бог приготовил, есть вещи, о которых Бог позаботился, и мне просто в них нужно войти, мне до них нужно дойти. Но во многие вещи я вошел именно потому, что, вот, была определенная смелость в них войти, понимаете? Но опять же, смелость была не моя, а смелость была дана от духа, вот, пришел дедушка, возложил руки, мне было страшно, но потом пришел дух, и я поехал как будто в автобусе, наблюдая за этим всем. Как вот Бог движет мою жизнь вот по этому плану, в определенный план, и мне все, что нужно делать, это вот, ну, не бояться, в принципе, не бояться и пробовать, и заявлять. И еще у меня был вот этот связь, как меня Бог отправил учиться, что дал, сначала дал откровение внутри, я понял, что он мне проговорил, я попытался как-то вот об это, ну, как бы, на тормозах спустить, он еще раз проговорил. И потом, когда я должен был уже, ну, как бы, вот уже там август был, да, уже нужно было документы готовить, поступать, у меня дел куча, у меня ребята, у меня куча оправданий было для того, чтобы вот, ну, не делать это. Но он проговорил, и я понял, все, ладно, ну, да, ну, как бы, все, ну, говорит, я больше говорить не буду, ну, другими словами, да, то есть, ты, ну, как бы, поговорил со мной с пониманием моим, просто, да, что, не словами, а с пониманием, ну, как бы. И я понимаю, что я не буду его искушать, потому что мне все ясно, все понятно, куда он меня, что он меня отправляет, что мне нужно, и все, ну, мне нужно было сделать эти шаги, и я сделал эти шаги, и было совершенно даже уже не страшно, и сейчас огромное благословение для меня. Вот, поэтому освобождайтесь от какого-либо страха, освобождайтесь, потому что он просто сковывает, пробуйте, да, разные вещи, которым влечет вас сердце, да, которые вот вы понимаете, что вот было бы вот это хорошо, да, потому что даже вот выходить сюда проповедовать, тоже нужно победить страх, тоже нужно с этим, а как, о чем он мне подумает, а как я буду выглядеть, а как вообще вот меня сковывает, и так далее, но ты выходишь и побеждаешь, и потом каждый раз это все, ну, лучше и лучше. Кого-то Давид победил, да, Голиафа, победил дух страха, друг, грубо говоря, вот этого вот монстра, нарисованного, да, которую все все войска Израилева, оно боялось, он выходил и пугал их просто, а Давид взглянул на него другими глазами совершенно, да, это же всего лишь необрезанный какая-то животное какое-то, я этих животных там, когда овец пас, убивал, и льва, и медведь, а это всего лишь очередное животное, и все, и он победил его чем? Интеллектом, откровением, да, и я говорю, мы должны это применять, поэтому вот не бойтесь смотреть страху в глаза, да, потому что, ну, не так страшен, как вот бояться, да, его. Ибо кого он предузнал, тем и предупредил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предузнал, тех и призвал, а кого он призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умиршляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Ничто не может отлучить, понимаете, ничто, если ты сам не отречешься, да? Вот, поэтому Бог не дал нам духа боязни, Бог дал нам духа силы, любви и самообладания, да? Совершенная любовь изгоняет всякий страх, совершенное вот это вот, ну, доверие Богу, да? Да, жизнь, вот, по Его воле. Есть еще такой хороший стих, что, ну, страх Господень, да? Знаете, что есть страх Господень. И написано, что страх Господень – начало мудрости. У меня когда-то было откровение, знаете, вот некоторые люди, вот этот вот, страх Господень, и вот важно бояться Бога, но это начало мудрости, знаете? Мы не должны всегда быть в начале. Да, страх Господень – это начало мудрости, но полнота мудрости – это любовь, понимаете? Это любовь, это совершенная любовь, поэтому, ну, вот, Ветхий Завет Бог поэтому и оставляет. Он говорит, я не хочу, чтобы меня люди боялись, да, другими словами. Он говорит, все от малого, вот то, что мы говорили в прошлый раз, не будет учить ближний ближнего своего, но все от малого до великого будут знать меня. Что это значит – будут знать меня? Будут знать меня как любовь. Будут знать любовь, будут меня знать, потому что я есть любовь. И малый, и великий они будут в любви, они будут в Боге, понимаете? И вот там же он объясняет дальше, потому что я буду милостив к неправдам их и беззакония их не буду вспоминать. Я вот этим прощением своим, вот этим принятием показав каждому человеку, что я его люблю. Вот Мишка сегодня говорил, да, я как животное был, и я сейчас это, говорят, понимаю, что Бог любит вот каждого человека, да, каждого, каждого. И вот он все равно надеется, что Бог не хочет, чтобы никто погиб, да, потому что там, если вот погибнуть, да, и пойти в погибель, там ужасно. Знаете, вот хотел добавить вот про вот это бессмертие, что самое страшное для бессмертной души. Знаете, теснота. Попасть в место какое-то, да, где вот ты и умереть не можешь, и жить не можешь. Ты просто будешь вот в этой некой тесноте находиться. Мы недавно фильм смотрели, какой-то американский там, по-моему, Старая Гвардия называется, да, и там так вот задумка такая была, что были какие-то люди с определенным даром, которые вот, ну, они их убивают, и они снова оживают. То есть вот они бессмертные, вот их не такое большое количество, они там за несколько тысяч лет, они там друг друга даже нашли и стали такой командой. Они стали это так даже употреблять в то, что даже вот в стране служили, какие-то задания выполняли там, потому что вот они шли куда хотели, вставали опять убивали всех там и так далее. Ну, вот там был один такой персонаж, была такая девушка одна, которую инквизиция, люди сообразили, что сделать, да, вот это вот во времена инквизиции там какой-то испанской, да, то есть вот они ее сделали для нее какой-то железный саркофаг, закрутили там цепями ее и скинули на дно моря. И она вот там, там вот показывает, и я вот пережил вот этот вот ужас человека, который вот он, по идее вот, да, классно быть бессмертным, да, классно, ну вот все время воскресать тебя убить не могут. Но с другой стороны, это стало для нее там мучением, наказанием, она постоянно воскресает и тут же опять захлебывается водой, она кричит, она не может выйти. Ну, вот такая фантазия немножко человеческая, но мне это дало все равно задуматься, вот знаете, что, поэтому Иисус, мы вот тут писали, что не бойтесь того, кто тело убивает, не бойтесь того, кто что-то вам здесь может, но бойтесь того, кто может и душу в гиену ввергнуть, да. А это, ну, это про Бога сказано, да, потому что действительно вот, ну, это более страшно, понимаете, для бессмертной души попасть в узкое место, где вот не уснуть, не проснуться, вот. Вот, поэтому, и, понимаете, мало мы задумываемся все равно об этом, да, о вечности, об Аде там и так далее, потому что, ну, люди все равно так свойственны им махнуть рукой, их больше интересует то, что здесь, а то, что там, якобы потом разберемся. Ну, вот Библия говорит, что разбираться нужно сейчас, и я много раз людей спрашиваю, я говорю, ты Иисусу веришь вообще, вот, что Он говорил, как Он говорил? Ну, да, вообще верю, я говорю, ну, Он же еще вот про это тоже говорил, понимаешь, Он же, ну, ты же не можешь, вот, тогда Он здесь что, преувеличил, приукрасил, так придумал для устрашения, да, чего-то, или все-таки Он весь есть истина, да, и Он нам рассказывает про этого богача и Лазаря, да, что там вот был некий богач, которому вот там было так плохо, что вот он говорит, пошлите Лазарю, пусть он мне вот просто капельку, ну, язык положит, чтобы мне хоть чуть-чуть вот что-то здесь почувствовать, потому что, ну, здесь очень ужасно, понимаете, поэтому, вот, да, с одной стороны я вам говорю, да, не бойтесь, да, с другой стороны сейчас стращаю вас адом, да, но не напугать хочу, знаете, потому что еще самое интересное, вот никто, вот, ну, просто я смотрю, никто в этой жизни практически ада не болит. Боится, знаете, вот как будто для нас вот это вот оно так вот отодвинуто, оно там где-то вот за чертой, может даже говорить, что боится, но не боится, знаете, то есть мы, нас больше вот пугают здесь вот эти вот человеческие вещи, но нам нужно, конечно, наоборот, вот учиться, потому что для того, чтобы вот, ну, правильно думать, правильно мыслить, надо свои мозги настроить и тренировать на Слове Божьем, направлять их и все, понять, что здесь на самом деле, на самом деле нет смысла бояться многих вещей, да, а нужно научиться бояться по-настоящему Бога, да, в том плане, как, чтобы не оказаться вот в этом тесном месте, вот, но он нам дальше в Новом Завете предлагает, что не надо меня бояться вообще, вот, а те, которые любят меня, им все содействует ко благу, потому что вот именно их я предузнал, предопределил и все им приготовил. Аминь. Праведник смел, как лев тоже, да, написано, вот, поэтому пусть вас Бог благословит, просто размышляйте над этим и противостаньте дьяволу, это тоже об этом, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Страшновато, он как лев рыкающий, но Библия говорит, мы можем это сделать, противостать, да, то есть вот взять и посмотреть этому всему в глаза, да, если дьявол тебе напоминает о твоем прошлом, напомни ему о его будущем. Спасибо.